Смотри, значит сейчас я работал над одной вещью. Я давно уже в принципе в таком, знаешь, взял узко и в принципе хотел разработать по жидких мицелиях, взялся за М5. И в принципе я уже с ним провозился года два, наверное. И так получилось, что в результате вот там, скажем, научной работы, ну кроме всей остальной вот научной работы, то что я тебе рассказываю, мне нужно реально просто заниматься, ну как сказать, работать, производством физического зернового мицелия, понимаешь? А это две разные вещи. Это то, что думать, то, что там пересеять, понимаешь? А это нужно, то, что называется ебашить. Двумя руками и двумя ногами, понимаешь? 24 часа в сутки нужно просто вот ебашить для того, чтобы... На выходе у тебя получался продажный материал, да, материал, который можно продать. Вот. Очень много. Для этого нужно физической работы. И кроме всего этого, нужно как-то параллельно успевать еще вести какие-то там исследования, там научная какая-то фигня. Она же реальный денег не приносит. Ну время она-то отбирает, а времени-то у нас 24 часа всего-навсего. Понимаешь? И вот смотри, занялся я вот последнее время, появился немножко у меня опыт уже работы с этими клетками и всем остальным. Ничего, ничего, ты не спеши никуда. Подожди, сейчас я. Что случилось? Хорошо. Анекдот тебе рассказать про тёщу? Они мне уже надоели, у меня каждый день. Про программиста, знаешь, какой программист? Короче, написал такую программу на миллион баксов. Короче, загрузил в интернет, короче, все раскупили. И он сидит только, знаешь, так вот в интернете и смотрит, сколько там денег ему приходит на счет. И тут мама приходит, знаешь, в комнату дверь открывает, говорит, о, сынок, а ты дальше всё играешь, всё играешь. Да, это по чесноку. По чесноку такая тема, я тебе серьёзно говорю. У меня тоже до сих пор все думают, что я всё играю, всё играю. Вот это, да. Ну, каждому своё. Каждый зарабатывает. Каждый. А? Да, дело не в квадратах. Мы закончим. Я начал тему, мы хотели договорить. Что, я включил вот этот запись? Сейчас, секунду. Да. Значит, смотри. Повозился я сейчас, но уже с практикой не просто каких-то опытов, там, поисков, каких-то, там, экспериментов. Повозился я с этой практикой вывода уже жидкой P80. Я тебе говорю, это такой мицелий, что это, короче, слов у меня нет. Я посмотрел на эту бутылку, но я уже что-то понимаю, ну, что-то уже понимаю. Вот именно в этих мицелиях, в этих вещах. Не понимаешь, это просто. И как бы тебе объяснить, в чём здесь вот есть большой секрет? Где-то в своих замазанных, там, под общий такой контекст, вот, моих материалов, я всё рассказывал. Люди добрые, если вы хотите научиться работать с клетками, то обычно вы не ширяете вот эти бутылки, там, тонами вот этого взял, шприц залил и давай там расти. Вот я объясняю, знаешь, вот такой пример, вот самый такой популярный. Вот смотри, мы приходим, да, в детский сад. В детском саду на площадке бегает 40 детей. Группа, которая просто отдыхает, да. Кто из них станет миллионером, кто из них станет, кого из них посадят в тюрьму, кто из них станет, там, проституткой, кто из них вообще возьмёт, там, повесится, там, суоцедом какую-то жизнь закончит. Кто? Как мы можем узнать? Очень просто. Пройдёт время и вот узнаем. Вот этот момент, я хочу тебе объяснить, вот такая же история с клетками. Мы не можем узнать, что мы отбираем из этой вещи. Да, есть, конечно, давайте купим за 2 миллиона электронный микроскоп, посмотрим, как там. Но это факт. Нет, вообще-то смотри, слушай. Вообще-то грибы на данном начальном этапе, как вообще формируется? Начальная клетка, потом уже с неё появляется уже, там, депоидность. Потом уже... Абсолютно верно. Я понял, ты где-то так растекаешься мыслями по древу у тебя так получилось. Я тебя к чему веду? Это можно управлять. Что вариант... Это можно управлять. Он точно присутствует вот здесь в работе вот с этими клетками. Он присутствует как везде. Понимаешь? Ты можешь взять в разработку какую-то недоразвитую клетку и начинать с ней работать, которая будет давать плохие материалы или плохой урожай. Ты можешь, у тебя вот просто повезёт, потому что это количество этих клеток там в этой жидкости, их триллион. Понимаешь? И вот этот момент, знаешь, как в жизни. Вот этот сперматозоид, который попал. Да? В результате мы с тобой разговариваем. Нет, 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 всё равно это опора. Так я вот тебе чего говорю? Ну, мы же участвуем в этом процессе как в роли создателя. Ну, мы выняли вот эту клеточку. Я вот к чему веду? Когда делаешь посев, с чашками Петри вообще перестал работать. Всё. Эта штука себя изжила. Полностью. Теперь интересная работа сейчас по отработке способа работы с трубками Паскаля. Блин, бомба тема. До сих пор я удивляюсь, реально. Этим девочкам, я тебе серьёзно говорю, у меня вот, где я покупаю материалы для, значит, для лаборатории. Ну, девки такие, знаешь, как, так вот они в точку вот умеют тебе вот дать, ну, не полностью всё, что тебе необходимо. Там и девки такие классные, знаешь, такие, бомба. Вот. Но дело в том, в плане вот этой лабораторной посуды и всего остального. Значит, смотри... А? Да ты что? Да я тебе серьёзно говорю. Как они мне запихнули вот эти пробки резиновые с трубками Паскаля? Я просто прозрел. Да что мы делаем до сих пор? Да это какой-то каменный век мы где-то живём, понимаешь? Да есть в мире вот такие простые вещи. А какая цена там? Цена? Копейки. 60, 60... Сколько? Подожди, эта трубка стоит 60 копеек. Что-то на наши деньги, это, как сказать, это ничего. Это вообще ничего. Это как, ну... Не знаю, с чем тебе сравнить. Короче, за пачку чипсов этих трубок ты можешь купить там сумку целую, рюкзак там нагрузить этого материала. Он не нужен никому, понимаешь? Вот. И к чему вели? За трубочкой Паскаля, да. Очень интересная тема сейчас будет у меня. С этими ватными пробками, потому что они меня достали, понимаешь? Если ты там на кухне тебе подшаманиваешь какую-то лабораторию, там 10 пробирок, то это одна тема. Понимаешь? А если у тебя таких пробирок, скажем, 500, ну или 1000, то, понимаешь, любая архаичная, неудобная система, которая занимает время, она ставит весь процесс, очень длинную очередь, которую нужно будет решать или лишним работникам, а очень интересный вообще вопрос лишнего работника в лаборатории, просто таких людей не существует. Не существует. Просто не бывает. Понимаешь? То есть реально, скажем так, мне намного проще взять самому, сделать эту работу, чем я бы тебе толдычил там сколько-то часов или так дальше. И этот каждый этап, он настолько скрупулезен, настолько важен, намного проще взять самому, сделать, да и все. Да не морочь мне голову. У меня больше времени остается из-за этого. А скажем так, я тебе дам там миллион долларов, ты делай то, что я делаю, так ты не умеешь этого. Не, ну, мне много мыслей как раз на эту схему, типа действительно каждый человек должен заниматься чем он, на что он способен. Ну, абсолютно верно. Или по нашему душам. Я, 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 ты знаешь, вот мы говорили там за Филия Сафога, там за 80 дней вокруг света, вот за мысли насчет, ну, за мысли как, ну, и так. Вот в последнее время я сильно прогрузился, что-то вот мне пришла вот эта тема, когда-то я смотрел, есть такая в интернете штука, называется интервью с Пападжи. Интервью с Пападжи, я, его можно передать словесно, но самое главное это прочувствовать этот покой. Вот именно интервью с Пападжи, когда приехал человек, ты, может быть, видел, нет? Популярнейшая штука, это там, не видел Пападжи и ничего такого, да? Пападжи. Ну, это такой, как духовный гуру, там, или, как сказать, ну, человек в Индии, ну, как мыслитель, философ, там, святой, кто угодно, как там его называем, ну, вот. Так вот, и есть такая интересная вещь, интервью с Пападжи. И вот, он говорит, говорит, что я вам посоветую, приехать ко мне, и что я вам скажу? Я вам скажу то, что пребывайте в покое, не волнуйтесь, ни о чем не волнуйтесь, самое главное, это пребывать в покое. Самое главное, это пребывать в покое. И, что я вам еще посоветую? Никому не верьте. Не верьте никаким учителям, не верьте никаким учениям, не верьте никаким школам. Этот журналист у него спрашивает, и даже вам? Да, и даже мне. Вы знаете, почему? Потому что весь, потому что весь мой опыт принадлежит к прошлому. весь мой опыт принадлежит к прошлому. А ты такой прошлый, это настоящее. Это уже отдельный вопрос. Вопрос в том, вот осмыслить саму фразу, я тебе серьезно посоветую, вот ты зайди, вот, и там еще есть у него энергетика, которую он передает через это видео. Реальность сильная штука. и насчет осмысления опыта учителя. Действительно, с этим нужно согласиться, что весь его опыт принадлежит к прошлому. Или, скажем, принципиально в моем каком-то варианте, это какие-то техники и способы, которые совместимы, например, с моими какими-то условиями и возможностями. Понимаешь? Эти условия и возможности, ну, реально нет смысла воссоздавать, потому что они, скорее всего, опять же-таки принадлежат к прошлому. А воссоздавать это все в другой форме, в другом месте, это совсем другие техники и практики. Вот к чему я вел, что действительно сейчас у меня просто стоят вопросы, понимаешь, какие. Действительно, эти вопросы там по производству мицелия и какие-то и вот это Fanny Marshall School называется, назывался «Грибом полезай в кошелку». И обучение других людей, они ставят некоторые, понимаешь, специфические задачи, которые нужно решать. Которые нужно решать, а для того, чтобы их решить, их нужно осмысливать. Просто как-то провариваться, прогруживаться, понимаешь, как-то работать над ними. Вот. И вот именно вот этот момент очень для меня такой немножко проблематичный, потому что есть опыт работ с разными уже людьми в разных странах, в принципе, в разных странах, то идеально есть в этом свои определенные такие сложности.